Здравствуйте, товарищи! Начинаем наши занятия. Сразу скажу, что в следующий раз у вас каникулы 5 числа, 5 ноября. Спасибо социалистической революции. Праздник был 7 ноября, потом его перенесли на 5 ноября. И поэтому у нас в итоге нет занятий. И все это благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Последствия грандиозные, всех касаются. Ну, я должен вам доложить, что за время, прошедшее после прошлой лекции, я еще обдумывал, чтобы еще вам такое сказать, чтобы гарантировать, что администрация после этих всех действий, которые мы с вами наметили, все-таки администрация пошла навстречу и выполнила требования закона. Освободила бы участников примирительных процедур от работы на период, подчеркиваю, на период, не на время переговоров, потому что переговоры, время может быть 2 часа, переговариваются и идите на рабочее место. Нет, на период, как написано в законе. На срок до 3 месяцев. Потому что если у вас этого времени не будет, это можно считать залогом того, что неуспешным будет и спор коллективный и трудовой, а другими словами конфликт будет, но конфликт не будет выигран в вашу пользу. Вот в чем беда. И хотел я вот в порядке дополнения несколько слов сказать о суде. Но суд вы знаете, что такое суд. Суд у нас на каких... Это что такое? Право это что такое? Возведенное в закон воли господствующего класса. Законы такие, которые обеспечивают волю господствующего класса. Вы идете в этот суд. Кто выиграет? То есть если вы ничего такого не предпримите, и не изобретете, то выиграет представителя господствующего класса. Это понятно. Но это не значит, что нельзя выиграть в этом суде. Я, например, многократно выиграл, и вам могу кое-что рассказать из своих заготовок. Во-первых, вы должны понимать, что вы идете, раз это буржуазный суд, то вы идете в такой суд, где другой стороне судья подыгрывает. Как вы в волейболу играете, во сколько вы должны выигрывать, из-за меня в какой счет у вас дорого быть, по сравнению с тем, какой, вот, сколько я вам забил, чтобы вы выиграли. Если судья припишет мне 4 гола, сколько вы должны выигрывать у меня, чтобы выиграть? Ну, 5, интересно, 5. Вам не 5 надо выиграть? С каким счетом вы хотите у меня выиграть? 1-0? А вы думаете, я вам нисколько не забью? Я вам забил 3 гола. 3 гола я вам забил, а вы мне сколько должны забить? Да, ну, как-то это не конкретно. Ну, если судья припишет мне 5 голов, вы должны... 4 гола. С каким счетом вы должны у меня выигрывать, чтобы победить? 5-4. Вот, 5-4. И тогда вы с счетом 1-0 выиграете их, правильно? То есть, если мне припишут 4, вам нужно 5 набрать. А если вы будете выигрывать просто там 2-0, 3-0 и так далее, а потом мне припишут, и будет 4-2 в мою пользу. Это раз. Поэтому надо не думать, как вот, что вот вы пришли в суд, тут справедливость, тут вас пряжи ждут, тут будет здесь вот все решиться как надо. А для этого надо, чтобы это знать, надо вообще читать не уголовный кодекс и не гражданский кодекс, а кодекс гражданский процессуальный или уголовный процессуальный кодекс. И вот написано в этом процессуальном кодексе. Раньше писали так, что суд выясняет истину. Это мрачные годы советского режима. А сейчас суд на чем построен? На каком принципе? Ну, как вы думаете? Презумпция невиновности. Нет. Презумпция невиновности и то-то другое. Поэтому, скажем, поскольку у нас презумпция невиновности, то вы знаете, что террористов убивают сразу на месте. Видите, как она реализовывается? Потому что, если вы сейчас его не убьете, потом будет плакать человек из всего мира, который будет доказывать, что он не какой-нибудь террорист, а борец за права человека. Поэтому при попытке к бесу, тут сразу, как только начинается операция, объявляется контр-рористическая операция вокруг вашего дома, и, так сказать, подтягивается техника специальная, люди в соответствующей экипировке, и убивают их. А иначе они могут взорвать судью. Знаете, такие случаи были? Гранатами взрывали судьи. Или проламывали голову судьям. Это же бандиты. И сразу будут говорить, что они борцы за права человека. Это уже проверено. Ну, например, как вот недавно Сенцов голодал 90 дней. Сколько человек может прожить без еды? Вот 28 есть, специалисты говорят. А вот он голодал 90. Почему его не занесли в книгу Гиннесса? Вот я знаю, что когда Сахаров голодал, его отправили из Москвы в Нижний Новгород, как бы в ссылку. И он там голодал. А почему в Нижний Новгород? Потому что ядерный центр находится в городе Сарове, Арзамас-16. К месту работы ближе. И мне Александр Владимирович, профессор Нижнегородского университета, рассказывал, что он кушает там только творог и со сметанкой. В этом состоит голодовка. Поэтому разные бывают голодовки. Можно ведь объявить голодовку. Вот если вы чувствуете себя недостаточно перекусившись, я объявил о голодовке. То есть съела всего одну порцию, а не две. А обычно съедаю две. Или три. Так вот, надо реально относиться к суду. То есть суд существует для того, чтобы в нем выигрывать, а не проигрывать. Но для этого надо что? Что-то сделать? А что нужно делать? Им не прийти вот с таким лицом наивным, что сейчас вот и выиграй, а приготовиться к этому. Что, как приготовиться? Нужно продумать, как вы будете действовать в суде. Как вы будете выигрывать? Это конфликт же, суд? Судебный конфликт. Я вот с ним сужусь. Как мне у него выиграть? Он молодой, красивый, а я уже, так сказать, в возрасте. И вообще с ним у меня дараться не следует, потому что у него силы больше. А в суде, как мне у него выиграть? Надо что-то придумать. И он должен что-то придумать. Кто придумает, тот и выиграет. Итак, начинается суд. Надо смотреть, как он вообще идёт, и где вы можете встрять, и что такое придумать. Вот начинается суд. И, во-первых, что, пришли один, что ли, в этот суд? Ну, если бы один пришли, он пошёл один. И результат тоже известен. Вот сколько, может быть, у вас доверенных лиц? Скажите, пожалуйста. Много. Много. И ни одной. А? И ни одной. Вы ни разу не делали всё доверенных лиц? Ну, я когда вот судился с комитетом по печати в качестве главного редактора Народной правды, у меня было семь доверенных лиц. Вы пошли бы ко мне доверенным лицом? Я бы написал бумажку, что вам доверяю от газеты Народной правды. И всё. И представил в суде и вам, и вам, и вам. Знаю их по совместной работе. Вас всех я знаю по совместной работе. Я наберу тут доверенных лиц. Они как пришли в 13-й арбитражный апелляционный суд. Эти посмотрели, судьи там дали. А куда? Тут настолько нет места. А ребята говорят, а мы принесём из коридора. Тогда они вызвали судебных приставов и сами принесли стулья. А что они могут сделать? Ну, есть такой порядок, что я могу... Нет ограничений. А что это значит? А это значит, что вот наступает время, если вы естеств, то вы первые выступаете. Если вы ответчик, вы потом выступаете. Но важно ещё, кто сколько наговорит. Вот когда я выступаю, то я выступаю последним. Сначала выступите вы, потом вы, потом вы, потом вы. Вот все выступят. И всё будут говорить, какой я хороший, и какой плохой вот тот, с которым я сужусь. Мало того, а когда вы начнёте потом дело листать по итогам, там же протокол ведётся. Вот то, что ваш противник вот столько наговорил вместе со своим адвокатом, а мои сторонники вместе со мной наговорили, вот столько. А у меня и адвокат был, и юрист, который не адвокат. Они тоже нужны для украшения, потому что они обычно ничего не соображают и ничего не предлагают. А они получают деньги за хождение по судам, как пчёлки. Вот, знаете, вот видели, как пчела, она на этом цветке посидела, потом на второй, потом на третий, потом на четвёртый, потом на пятый. И, глядишь, она и наберёт и пыльцу, и мёд. Ну, мёд не сразу, она пока нектар собирает. Так и адвокаты. Все мои попытки в их предсказать. Ну, какой у вас план там, что делать в пути? А поскольку я был ещё и доверенным лицом у своего коллеги, у доктора экономических наук, профессора, долгого, я наблюдал, как адвокаты сегодня защищают его, а потом завтра защищают прямо противоположную фигуру. Видимо, денег им дали больше. Они же за деньги работают, они же профессионалы. Вот вы, если пойдёте, вы же не за деньги пойдёте, правильно? А если вы профессионал? Ну, я вам даю пять тысяч, а он даёт двенадцать тысяч. Ну, если вы профессионал, сколько вы должны, куда вы должны пойти? Ну, правильно. Вы же профессионал. А вы не, ну, что, вы сами видите, не тянете, а он тянет. Куда тянет? К себе тянет. Вот. И был случай такой, значит, один перебежал прямо к противоположному, так сказать, к предположенной стороне. Ну, всё прекратили с ним отношения. Потом хорошая такая девушка, адвокатша, звонит, говорит, требует у меня подписать, что я всё прочитала. Надо прочитать дело. А дело было пятьдесят пять томов. Я его, как доверенное лицо, читал, читал, читал. В процессе чтения я нашёл такой том, где видно было, как служба судебных приставов, с которой мы судились, как они забирали, забрали контейнер и потом продавали там. Ботинки, утеплённые, шесть рублей, банка, сто грамм, кофе, рубль пятьдесят, подсолнечное масло, рубль, литр и так далее. И вот, в общем, короче, это уже набиралось на целое дело, которое я повёл потом против того, кто с нами судился. Но она прочитала только один том и говорит, я подпишу. А Виктор Георгиевич говорит, не подпишите. Нет, подпишу. Он говорит, нет, не подпишите. А она спрашивает, почему? Потому что вы больше не мой адвокат. Адвокат-то кто решает? Не надо забывать, что не адвокаты там решают, а вы там решаете. Если вы кого-то берёте, адвокаты, то ещё Ленин говорил, что адвокатов нужно всегда держать в тяжёлых рукавицах. Они являются источником всяких дресс. Больше ничего он про адвокатов не говорил, но он, знаете, что здесь он успешно, на отлично защитил по юридическому факультету и был помощником присяжного поверенного так, профессионал. Ну вот, так что я прихожу не один, а вот нас много. А это значит, что вот когда будет очередь, допустим, если я ответчик или истец, неважно, на мою очередь время выступать, вот сначала вы выступите, вы, 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 вы все выступите, а я в конце. Это всё считается всё истец. Вот сейчас настоятельно адвокаты и коллеги адвокатов пытаются закрыть эту возможность, чтобы вот вы могли просто дать, получить доверенность или кому-то дать доверенность на представление ваших интересов в суде. Но пока ещё не закрыли такую возможность, есть такая возможность. Второе. Значит, надо быть очень внимательным и следить за порядком в суде. Вот с чего начинается суд? Я уверен, что никто не скажет. С чего начинается суд? Все встали. Да, встали. Встать в суд идёт. И дальше что? Что говорит судья? Первые слова. Ну, вы знаете, начало – это не развитый результат, а результат есть развернутый начало. У нас об этом была речь на философии, да? Вот что вы должны сделать? Что вы можете сделать? Вы должны знать, что вам скажет судья. Это написано в процессуальном кодексе, гражданском, профессиональном, уголовном, профессиональном. судья спрашивает, она представляет себя, говорит, судья Иванова, Анна Ильинична, суд в составе судья Иванова, Анна Ильинична, и секретарь-то, судья такая-то. Доверяете ли вы составу суда? Вы доверяете составу суда? Вы-то доверяете, вы проспали это начало, это я не доверяю. То есть были случаи, пару раз я это применял, это редко надо применять мне нечасто. Когда я говорю, нет, не доверяю. А если я не доверяю, я имею тогда право выступить и объяснить, почему я не доверяю. Потому что есть основание на основе предыдущих заседаний подозревать, что судья подыгрывает той стороне. Я это все излагаю. Кратко, уважительно. Говорю, лично к вам я не доверяю, но вот говорили, что вы самый у нас такой свободный человек, вам передали наше дело, а мы у вас сидели перед дверью два часа. Значит, вы самый занятой в суде, поэтому это все подозрительно. И я не доверяю. А лично к вам никаких претензий нет. Что должна сделать судья? Там же в суде все регламентировано. Она должна уйти в совмещательную комнату, прервать заседание суда и написать там по этому поводу, что она по этому поводу думает. Она решает. У нас же суд, это говорят, раньше были тройки, а сейчас? А сейчас единички, нет, не двойки. Я единорично все. Сейчас единичный, единорично все решает. Поэтому даже жалко ее. Она идет в совмещательную комнату и там совмещаться больше, как с самой собой нет возможности. И вот она выходит и зачитывает, что я в родственных отношениях с теми не состою, взяток они мне не давали, оправдываются, оправдываются и говорят, поэтому отклоняю от претензий, отвод, который мне дает М.В. Попов, естественно, отклоняю. Она отклоняется. И потом так ведет хорошо. Так хорошо ведет. Никогда меня не останавливают. Я говорю, сколько надо. И я все эти бумаги, какие надо, выдаю. А когда надо выдавать бумаги? Идем дальше. Следующий шаг. Значит, представляется судья, доверяет ли состава суда, допустим, доверяет. Какие до начала заседания имеются заявления, документы, ходатайства. Если вы никак не приготовили ни заявления, ни ходатайства, вообще не подготовили в суд, вообще вы проиграли все. Чего вы пришли концерт смотреть? Чего вы там увидите? Вы увидите, как вы проиграете. Поэтому надо заготовить в многом, особенно когда вы не естец, а ответчиц. Вот если вы ответчиц, а кто будет сначала выступать? Сначала я расскажу, какая вы плохая, а вы потом будете оправдываться. Вот я не такая, как меня обрисовал Михаил Васильевич. Вам это надо такое? Нет. А вы, если вы поднаторели, примите его внимание, то, что я вам сейчас рассказываю, а вам больше никто это не расскажет. Юристы это ведь скрывают такие вещи. Но я такой комбинированный юрист, и профессор по карте экономики и права, я вам как по дружбе расскажу. Вот вы заготовили ходатайство. Первое, затребовать ходатайство в подтверждение того, что МВ Попов оттуда изъял то-то и то-то. Что он сделал то-то, то-то неправильно. Второе ходатайство. Третье ходатайство. О том, чтобы истребовать доказательства об этом, об этом, об этом. Со всех сторон меня обложили. и это делается так. Вы заготовили каждого ходатайства или каждого документа три экземпляра. Один вы даете так, хорошо, в суд, судье. Ну, судью надо больше всего уважать. Правильно? Судье. Судья. Второе, вы же другую сторону уважаете, мне даете, какой я плохой, раз такой. Вы мне даете, чтобы я читал. И от этого, от того, что я читаю, какой я плохой, у меня голос сел. И я ничего возразить не могу. А я еще и не могу возражать, потому что, если есть ходатайство и заявление, заявление и ходатайство, а может, сколько человек может сделать заявление? Вы сколько можете сделать заявление, в которых описывается, какой я плохой? Сколько? Ну, сколько вы можете сделать? Ну, я считаю, что вот я скляжу на вас, вы считаете, 10 можете сделать заявление. И все это зачитываете. Ну, и комментируете очень кратко, потому что это еще не заседание суда, а это перед началом заседания. Поэтому это перед началом означает, что очень кратко заявление все отдаете, а судья, а у него дело какое, предписанное формой, значит, спрашивает, эта сторона не возражает, или возражает, или не возражает, а после этого суд принимает решение, приобщить или не приобщить. А вам вообще-то все равно. Почему? Потому что если вы уже сказали, что я такой-сякой раз такой, а ваше вот это утверждение не приобщили, не приобщили, а в протокол-то она же попала, что вот она объяснила, что Попов такой-сякой раз такой, но это ходатайство не принято. Но это вообще даже ужасно. Судья защищает всяких проходимцев. Ходатайство не принято. То есть вам не важно, вы в любом случае в этой части выигрываете. И вот вы все, что вы хотели сказать, ну, в виде таких документов, заявлений, ходатайств, это делаете, и за требования еще что-то затребовать, какие-то доказательства, и вообще активно себя ведете. И судья думает, ну, судья, кому пойму, да еще сидит у вас 7 человек доверенных лиц. Ну, что связываться с вами? Себе дороже. В итоге, это вот я по поводу тех цифр, которые называл, если вы играете в волейбол, так надо выигрывать не 1-0, а 5-1, как минимум. В итоге, вот что вы можете сказать в свое оправдание, в связи с тем, что вы явились позже назначенного срока? Что? Зря я эту философию... Сколько вы по философии получили? На первом курсе. На первом. Я у вас. По философии. Ну, сколько вы получили? Я сдала. Дала. Вот и видно, что вы сдали. Я бы на вашем месте сказал, я боролась. Очень хотела попасть на лекцию вовремя, но обстоятельства, чтобы оказались сильнее меня. И все. Какие из вас тогда взятки? Ну, вы выражены должны полностью до зубов наукой. Что-то я опоздал. Ну, вы опоздали, значит, все осуждают. Зачем вам это осуждение? Надо так смотреть прямо в лицо города. Короче говоря, еще не началось судебное заседание, вы уже все сказали про другую сторону, про ее прегрешение. А потом... А он все ждет, когда он начнет. Когда он начнет? Он начнет, а он уже второй. А потом вы снова. Потому что вы пойдем. Потом будете отвечать этому самому истцу. Хотя вы тут вроде были ответчик. Но как вы будете ответить? Ваши все будут выступать, а потом вы последнее. То есть надо всегда думать. И всегда придумывать. Это большое искусство. У меня максимальное число было 17 когда-то и заявлений всяких в начале. 17. А нет ограничений. Сидят, а я все подаю. И это, и вот это, и вот это. Они слушают. Трудно, что ли, написать. Все маленькие должны быть такие, хорошенькие. И в итоге раз, и вы выиграли. Разве плохо? Потом там надо не зевать. Однажды мы пришли в арбитражный суд. С северо-западного округа. Уже. На Якубовича. И вот заходим. Вот там на стенке висит... Что вот рассматривается дело. С одной стороны газета «Народная правда», ООО. То есть я как директор ООО. А с другой стороны комитет по печати. И третье лицо. Прокуратура. А мы сразу поняли, что первый зам комитета по печати раньше работал в прокуратуре. Санкт-Петербурга. А третье лицо имеет те же права, что и ссы, и ответчики. То есть выступать, заявлять, ходатайство делать и прочее. Истребовать бумаги. И это фактически будет два против одного. Я своим дорогим адвокатам, которых я знаю, и про вас я уже сказал. Кто такие адвокаты, сказал, что вы вот встанете и скажете, что у нас нет третьего лица. Они говорят, ну они не могут же сказать, что нет. Тем более они на платьях, хоть маленькая плата, но была у них. Но я-то, конечно, готов к тому, что они-то не скажут. И вот судья говорит, вот третье лицо, а у нас их адвокатство. Я уже встаю, а они-то молчат, конечно. А зачем они будут выступать? У них поле какое? Они с какого поля берут мед? Вот с этих судов. И с судьей-то не надо ссориться. Не надо ссориться ни с кем тут, с паркурором. А нам нужно выиграть, нам истина нужна. Я встаю и говорю, а у нас нет третьего лица. А судья так смотрит на меня, улыбается, говорит, ну это ошибка. Среди лица, это должно быть специальный вопрос, чтобы он появился. А если я бы проспал, оно бы так вошло в протокол. Дальше уже скажет, а что вы раньше промолчали? Теперь уже все. Поэтому не зевай, не зевай правила. И вот открывается заседание суда, переносится еще через месяц. Приходим через месяц, опять висит третье лицо прокуратуры Санкт-Петербурга. Представляете, ну это понятно, что будет не третье лицо, это будет против нас. Я опять говорю адвокату и юристу. Вы встанете и скажете, что у нас нет такого третьего лица. А можно верить адвокатам и юристам? Ну кто верит, тот даже не хочет оговорить. И вот спрашиваю. И вот наступило время, пропустишь момент, уже уехали дальше. Вот этот момент, когда может быть заявление, ходатайство. Здесь заявление я опять подаю, а эти молчат, естественно, орлы. Ну они как бы для Мельбери сидят, у меня вот есть юрист, адвокат. Можно даже им приплатить, чтобы они сидели. Это солидно, да? Ну когда вот люди говорят, вот я-то рядом, видно там. Вот тут лев сидит, лев тигр сидит. Другое дело, что он вас готов укусить. Ну это уже второй вопрос. А физиономик грозный. И вот я говорю, а нет у нас третьего лица, уважаемый, ваша честь? Или уважаемый суд, это в суде арбитражном, а если это уголовный суд, там ваша честь. Он опять улыбается и говорит, это ошибка. Но в третий раз уже не было. Все, они поняли, что этот номер не проходит. Короче говоря, и в суде надо быть наготове. И вот поэтому, если товарищи, мы же говорили, что напоследок, видите, затянется дело у вас с решением вопроса о том, чтобы наши работники, которые избраны на конференции для проведения примирительных процедур, они должны быть освобождены от работы с оплатой по среднему на период до трех месяцев. Ну, вы же суд подали, а вот другие не сработали инстанции. То есть не сработала прокуратура. Она чаще всего пишет, какие ответы. В настоящий момент не усматриваются основания для принятия мер прокурорского реагирования. Вы чего вы после этого скажете? Не усматривают они. Вот вы усмотрели, а они не усмотрели. Но они в настоящий момент, если на них кто-нибудь нажмет еще где-нибудь, тогда уже момент будет другой и усмотрится. А так отвечает очень гладко. А Рострудная инспекция, ну, она очень часто, так сказать, встает просто откровенно на сторону администрации. Потому что без проблем судиться и там с кем-то оказывать. Ну вот в суде, может быть, придется этим заниматься для того, чтобы решить вопрос, такой простой вопрос о том, что вот написано в законе, мы хотим как по закону. Ваша простая же задача, да? Хотим, чтобы было как по закону. И поэтому просим обязать и сдать приказ. Судья видит, народ тут серьезный, подготовленный, готовится, решительный и принимает решение в вашу пользу. А если он видит, что вы там сидите, не чухте, не мягте, не мямлите как-то, он какую общую пользу принимает? Читаем тоже процессуальный кодекс. Там написано, если раньше было написано, что суд ищет истину, это выкинули, нету этого в кодексе. Суд не ищет истину. Более того, все попытки нынешнего председателя Следственного комитета, товарища Бастрыкина Александра Ивановича, он был у меня партийный начальник, я был здесь на экономическом факультете, замсекретаря по идеологии экономического факультета, а он был замсекретаря парткома по идеологии. Бастрыкин все время выступает за то, чтобы суд вернули в Гражданский процессуальный кодекс и в Уголовный процессуальный кодекс утверждение о том, что суд разыскивает истину, а у нас что там написано? Вот как вы думаете, что там написано вместо этого? А? Суд носит состязательный характер. Это что значит? Если я вас переговорил, то значит мне присудят. А если вы меня переговорили, вам присудят победу. Ну попробуйте вы меня переговорить, если я тут этим занимаюсь уже сколько лет. Поэтому я у вас выиграю, а истина на вашей стороне. Поэтому это разные вещи. Поэтому наивные люди, которые думают, что суд выясняет истину. Более того, объясняют товарищу Бастрыкину настоятельно. Не надо этого носить. Не надо носить, что суд выясняет. Это же дело надо заниматься, истину надо выяснять в суде. Но в науке еще, по крайней мере, от нас никто не требует, чтобы не искали истину. Мы все-таки ищем истину еще в науке. Таких решений нет, чтобы мы не искали истину. И это уже хорошо. Поэтому, когда говорят, у нас очень плохо все в России. Ничего, не очень плохо. Вот нам ученым не мешает искать истину. Пожалуйста, ищите. И студентам не мешает учиться. Вам мешали сюда прийти? Почему нет? Вот сказали, мне мешали, но я все равно пришла. Вы все-таки не поняли, главное, что я вас учу. Но надо себя поставить правильно, чтобы относились уважительно. Как вам не мешали, и вы так долго это шли? Сразу у меня такой вопрос. А вы бы сказали, да, мешали, но я все равно пришла. Ну так мне хочется просто поощрение какое-то вам дать. Ну, правильно я вас настраиваю или неправильно? Или вас на поражение надо настраивать? Вы что хотите, выиграть в конфликтах или проиграть? Ну так и выигрывайте. Так надо выигрывать. Потом усиленных надо вот партнеров. Я вот вам сильный, так сказать, партнер. В этом смысле так и выигрывайте. А что, у слабых, вон, подвели, у него выиграли. Как цыкнете на него, он сразу. Значит, ну это присказка к тому вопросу, который мы рассматривали в прошлый раз. И вот будем считать, что мы добились, то есть представители работников, с помощью всех мероприятий, которые мы перечислили в прошлый раз, добились того, что издан приказ об освобождении от работы. И в соответствии с этим приказом, через семь дней должны начаться переговоры и оплачивают этим участникам, работникам, не освобождают их основной работы с оплатой по среднему на период до трех месяцев. Если это дольше будет тянуться, ну, значит, другие должны прийти, этих заменить должны. Правильно же? И вот тогда встает вопрос. Ну, а если не удалось вам на этой стадии выиграть, ну, придется вам, как говорится, эти же задачи решать в свободное от основной работы время. А какое у вас время свободное от основной работы, где вы можете увидеть членов коллектива? Скажите, пожалуйста. Обед. раз, самое главное. Но может быть сделано так, что в вашем цеху с 14 до 16, во всех остальных цехах, то есть с 15 до 16, во всех остальных цехах другое время. И что вы не пересекаетесь. Так что тут... А никаких ограничений на установление времени обеда, в общем-то, и нету, если нет в коллективном договоре. Так может получиться, что вот эти товарищи, если они из одного подразделения все, то они так и окажутся, что им ни с кем не встретиться. Поэтому желательно, чтобы вот эти представители этой группы, которые будут вести переговоры и которые будут участвовать в примирительных процедурах, чтобы они были из разных подразделений, из цехов, чтобы нельзя было всех перекрыть таким образом. Очень простым. И сдать приказ, и у вас обед не совпадает с другим обедом, и все. Но у вас есть еще возможность до начала работы, да, вы разговариваете в ее раздевалке, после, по окончании работы тоже. Но на некоторых предприятиях пропускная система и вас, так сказать, особенно не позволяет там задерживаться или приходить раньше времени. тоже может быть всяко. У нас вот тоже же пропускная система. Вот я напишу заявление директору, не пропускать ее, она опоздала на три минуты. Жлодей такой. И будут долго решать, а пока отложат это дело. Вы придете, а вас не пускают. Но я приду и великодушно вас по своему пропуску пропущу. И заработаю себе политический капитал. И скажу, я заявление забираю. Это так, я пошутил. Но вы можете тоже против меня заявление написать и сказать, мы не шутим. И тоже, то есть, все, это возможно. Ну, мы же рассуждаем, как кто? Как конфликтологи, да? Поэтому мы тут все думаем, какие могут быть конфликты. На какой почве и как их организовать? Но жизнь нас ставит такие условия, что хочешь не хочешь, приходится участвовать в них. И вот, как назвать эту тему, которую мы сегодня начинаем? И так формально, если ее называть, можно было называть участие работников в примирительных процедурах. Ну, какие же это примирительные процедуры, когда уже есть требования? Если требования, какое может быть тут примирение? А требования когда появляются? когда ни на каких переговорах по-хорошему не удалось найти решение. Правильно? То есть, тогда вот эти начинаются так называемые примирительные процедуры, когда конфликт уже назрел. И это никакой, это не трудовой спор. Это уже конфликт. Ну, понятие конфликта же изъято, юристы такого слова не знают у нас. Не знают. Ну, нету. Те, которые были при Горбачеве еще знали. Почему? Потому что закон назывался закон о разрешении коллективных трудовых спорах в скобках конфликтов. Это при Горбачеве было. До Горбачева вообще никаких ограничений на трудовые конфликты не накладывалось. Почему? Ну, потому что считалось, что если люди, трудящие, если люди где-то конфликтуют или протестуют, значит, два варианта. либо они не разобрались, так надо пойти им объяснить. И второй вариант, они правы, так надо исправить то, что мы сделали неправильно. Поэтому никаких ограничений на забастовке у нас не было в течение всего времени, начиная с революции и кончая вот Горбачевскими временами. А в Горбачевске вы именно начали уже регулировать, чтобы вы, может, нарушили вы там какие-то правила или не нарушили разрешение конфликтов. Но еще конфликтов слово стояло, а уже при Ельцине не стоит. И вот его нету. Нет в законе, в праве нету. То есть правящий класс не усматривает конфликтов в нашем обществе. Нету, конфликтов нету. Конфликтов нету, а пойдете и не туда, получите дубинку по голове. Видели? Видели такое? А это бесконфликтно будет. Просто по голове дубинка и все. Или задержат. У вас паспорт есть с собой? Да. Неподходящий клиент, а у вас? Тоже есть. Вы подготовились, что ли, все? И у вас есть? Да. Еще, что ли? И у вас тоже есть? У вас нету? Нету. Нету. До трех часов для выяснения личности. Но я не буду торопиться выяснять. Мне-то выяснить ничего не стоит. Я сейчас позвоню и там на компьютере отчетнут, помилеметчицу и убедятся, что то, что вы мне сказали, соответствует, и все. И вас обязаны отпустить. Но я не обязан вот прямо вот первые три минуты это делать. Я могу последние три минуты, трех часов это сделать. И вы будете пока задержаны. Задержаны это не значит, что арестованы. Просто задержаны. Задержка подошла. Небольшая. По чьей вине? По вине тех, кто не носит с собой паспорт. И все. поэтому понятно, я так понял, что конфликтологи, они знают дело. Приходится, конфликтологи, они спасли. И мне надо этих задержек внутри часа. Продвинутые товарищи. Поэтому мы с вами не такие наивные, чтобы думать, что если написано спор, тут действительно какой спор? Спор закончился. Вытянутое требование. Для этого собрали конференцию трудового коллектива. Допустим, 25 тысяч человек может быть трудовой коллектив. Или 3 тысячи человек. Или 500 человек. Разные бывают коллективы. Собрали конференцию. От одной тысячи был один делегат, от одной тысячи, скажем. Если от 25 тысяч 25 человек сидело. Или 20. 5 не смогли. То есть больше 2-3. Если сидело, значит, эта конференция полномочная. И вот люди на этом остановились. Что тут спорить? Какой может быть тут спор, когда вы для себя решили, что мы это будем отстаивать вплоть... Что такое требование? Требование – это уже не спор. Требование – это значит, я от вас требую. Значит, если вы по-хорошему не будете, будет забастовка. Так? Какой смысл еще имеет требование? А если я говорю, я требую от вас, чтобы вы отдали мне вот что у вас там черное такое? Может быть, там деньги, дайте их мне. Это требование или просьба? Но что я буду требовать, он мне все равно не отдаст. Поэтому я могу его попросить. Я говорю, можно вас попросить, дайте мне это, пожалуйста? А вы скажете, извините, Михалыч, ну и не дам. И все. Ну, просьба – это просьба, а требование – это требование. Требование предполагает, что если оно не выполняется, то те люди, которые требуют, будут этого добиваться другим путем. Так? А как у нас определался конфликт, в отличие от спора? Это не просто разногласия, а это настолько обострившиеся противоречия между двумя сторонами, что сила аргументов заменяется аргументами силы. и люди, которые требуют, знают, что у них есть средства, чтобы требовать. Какие средства? А вот он уйдет, а я это и заберу. А он хотел проверить, не заберу ли я, если он уйдет. Есть какой хитрый. Нет, не буду брать. Если есть такие средства, и понятно, что тот, кто выдвигает требования, он прекрасно должен отдавать себе отчет в этом. Если он не отдает, то надо ему объяснить. Конфликтологи должны ему объяснить в любом случае, что сейчас вы начали конфликт. Конфликт начался. И в данном случае конфликт имеет позитивный характер, потому что он в случае своего разрешения в соответствии с этими требованиями улучшает положение главной производительной силы работников. Правильно? Это хорошо или плохо? Производство вот этого будет развиваться лучше в России или хуже? Лучше. Поэтому это требования и справедливые, и законные, но нет такого закона, что работодатель или представитель работодателя, если это генеральный директор, обязан выполнять ваши требования. Нет такого закона. Вам дали право на забастовку и бастуйте, но если вы хотите этим правом воспользоваться, мы вам поставим много-много ограничений, длительную довольно процедуру. Если вы такие грамотные и такие ученые, как вы себя изображаете, ну и пройдите ее, а если вы не можете даже такую процедуру пройти, нечего и требовать. Правильно? Логично? То есть вот встаньте на сторону буржуазия, она правильно поступает? Она разрешает вам бастовать, но пройдите, докажите, что вы такие знатоки права, знатоки вот этого порядка, и что вы считаете трудовой, если вы даже не считаете трудовой кодекс, как вы собираетесь выиграть? Значит, раз вы не собираетесь, не можете выиграть, нечего и задевать. Логично же? Поэтому не надо обижаться на буржуазию, она отстаивает свои интересы. У вас есть свои интересы? Отстаивайте. Если вы не можете отстаивать свои интересы, слабаки. Слабаковы, вот и все. Что вы тут можете сказать? Ну, можете сидеть и плакать, какой я бедный. Вот сейчас такая картина, огромное количество людей недовольны пенсионной реформой. Ну, недовольны. Идите, поставьте требования шестичасового рабочего дня. Хотите пятичасового, сделайте себе пятичасовое рабочее дня, и вы за всю жизнь будете меньше работать, будете такая же красивая и молодая, и румяная, и в возрасте гораздо большем. Почему? А потому что вы не горбатитесь на работе, а там поработали, и на работе интереснее, домой еще есть что делать, и как развиться. А если вы будете по-прежнему, как сейчас сорок восемь рабочих часов стало неделя, по факту, по данным, которые предоставила российская газета, то вот по подсчетам наших медиков, скажем, мужчины проживут с момента рождения при такой работе, при такой длительности 65 и 9 десятых года. То есть вот она выйдет на пенсию в 65 лет, а 9 десятых от 12 10, 11 месяцев даже не проживет, и все. И какая экономия за колоссальные средства? То есть сдавал всю жизнь, вот пока вы работаете, за вас создают средства, пенсионный фонд, да? А вы выйдете и подарок государству. Вот все эти деньги, они могут быть испущены на повышение пенсии тем, кто останется. Так сейчас вот по этой линии пошло государство. Дескать, мы вам не будем платить 5 лет пенсии, это к вам относятся, вот это ко мне это не относится, я тут пенсию получаю, как прибавку в зарплате. А к вам относятся, у вас 5 лет забрали, средняя пенсия у нас 14 тысяч, 14 умножьте, пожалуйста, на 12 месяцев, и еще на 5, лучше 5 на 12, 60, так легче будет, а потом 14 тысяч умножайте на 60 и получится 840 тысяч. У вас, молодой человек, забрали 840 тысяч. Или считайте, что вы подарили. Так как-то вам приятнее будет считать, потому что раз вроде как, особенно вас никто так вроде и не отнимает, непонятно, как удержать. Поэтому в таких ситуациях, в таких ситуациях довольно бессмысленно говорить, я против. Ну, это понятно, что вы против, чтобы у вас отобрали 840. Это еще только у вас отберут деньги, а еще сколько вы проработаете, может быть, условия вредные, опасные, после которых ваша нервная система будет расшатана и так далее. Поэтому мы должны осознать с вами, что когда требования выставлены, никакого уже коллективного трудового спора нет. Это написано, что это коллективный трудовый спор, а на самом деле идет конфликт. И в этом конфликте есть сторона активная, которая выдвинула требования, и пассивная. сейчас лекция я перезвоню в перерыв, ладно? Пассивный в данном случае работодатель. Вы выдвинули требования, он пока их не принял, и он хочет посмотреть, что вы будете делать. Может быть, на каком-то этапе, если вы будете действовать грамотно, напористо и настойчиво, он соответствующее действие и сделает. То есть, он разворит эти требования. Так часто и бывает. Вообще, если взять статистику забастовочного движения, если грамотно проводится забастовка, как правило, выигрывают забастовщики. Потому что забастовка – очень сильное оружие. Потому что какое? Вот представьте себе забастовку в портах. Раз в Докер и забастовали. Куда они все правильно прошли, всю процедуру. И корабль не разгружен, и не поехал в морской канал. И остался. Где-то миллионы долларов пойдут в убытке. Страшно. Поэтому лучше договориться. А что теряется от забастовки рабочие? Работники? Что они теряют? Ну, зависит от того, какую забастовку организовывать. Если вы организовываете забастовку, просто остановить работу и все. Ну, вы будете стоять две недели. А зарплата раз в две недели. Получите зарплату за эти две недели? Вы же не работали. Ну, раз вы не работали, вы не получите. И сколько вы так пробастуете? Что вам скажут в семье? И что скажут дети, если вы скажете, что нет вас на то, чтобы накормить детей денег? Не проси меня, у меня денег нет. Что вы скажете? Поэтому я бы не рекомендовал, например. Право у вас есть. Право, пожалуйста, расписано в трудовом кодексе. можете забастовать полностью. Написано забастовка это остановка производства полностью или частично с целью добиться удовлетворения заявленных требований. То есть, право вам такое дано, конституции дано, трудовым кодексом дано, но надо думать, как им пользоваться. Вы остановите производство, вы простоите их месяц, а потом есть конкуренты у вашего хозяина, они, значит, будут там все реализовывать, они его обгонят, захереют ваше предприятие и вас потом всех уголят в связи с ликвидацией предприятия. В связи с ликвидацией предприятия ничего не сделают. Может такое быть? Поэтому что такое Добастовка? Это оружие. Так оружие, во-первых, не всем дают это оружие, во-вторых, надо еще знать, где у него за что брать, за острие или за ручку. И надо знать, как им пользоваться. Если вы не знаете, как пользоваться, не берите в руки это оружие. Поэтому может показаться, что мы очень подробно это разъясняем, но насколько я могу судить, все эти нюансы так называемые, которые думают, что это мелочи, если эту мелочь ты не реализуешь, то ничего и не выиграешь. То есть понятное дело, что если вы планируете забастовку, я бы не рекомендовал планировать ее больше, чем вот остановку производства на два часа в день или в смену. Ну, если два часа в смену, во-первых, все изделий они так свою нагрузку распределяют и темп работы так определяют, чтобы вот его хватило на всю смену. Если вы будете мне давать разбавленную зарплату, говорят товарищи, на красном ссору вы мне говорили, мы будем давать вам разбавленную работу. а если вы будете давать сгущенную зарплату, мы вам будем давать сгущенную работу. То есть можно один и тот же труд растянуть на больший период или на меньший период. Ясно, что если вы знаете, что вам 6 часов придется трудиться в день, вы можете поднажать, а если вы знаете, что вам 8 часов, вам нужно темп сбавить, правильно? Иначе вы не выдержите всю эту смену. Поэтому сдельщики мало что потеряют от 6-часового перехода к тому, что они будут работать 6 часов в день смену. Мало что потерять. А кто потеряет, повременщики, им за часы платят. Сколько часов вы были на работе? Ну а как вы думаете, как повысить зарплату? Можно ли ее повысить просьбами или только забастовкой? Но если вы хотите, чтобы у вас повышена была зарплата по временщикам, значит, надо в требовании заложить, вот тогда, когда вы требования формулировали, повышение зарплаты и по временщикам, и сдельщикам на такой процент, который превышал бы ее сокращение в случае перехода на 6 часов. Правильно? То есть заложить повышение заработной платы. Поэтому если вы такое серьезное дело затеваете, как забастовка, значит, надо, по крайней мере, в требования заложить изначально повышение уровня реального содержания заработной платы. Есть основания, чтобы такое требование заложить? Есть. У нас есть трудовой кодекс. Это что такое? Это закон о труде. Норма права. В этой норме права говорится в статье 130-й. обеспечении нет, государственные гарантии обеспечения повышения уровня реального содержания зарплаты. 130-й статье государственные гарантии. Государство вам гарантирует. А как оно гарантирует? А вот так и гарантирует. Если вам не повышают, можете бастовать. Но если вы не бастуете, вам, значит, не надо. Вам не надо, а мы тут при чем? Логично? Вот в этом состоят государственные гарантии. Никаких других государственных гарантий там не прописано. Но у вас есть по Конституции право, 38-я статья, право на забастовку есть, есть. Что выражает ваше право? Что вы не крепостной крестьянин, вы не обязаны у работать. Не обязаны. Если вы крепостной крестьянин, я бы сказал, идите туда и делайте итог. А вы не обязаны сказать, я не пойду и не буду. Можете вот так сказать? Можете. Почему? Потому что вы свободный человек. А почему вы свободный? А потому что у вас ничего нет, поэтому вы от всего и свободный. А раз у вас нет ничего нет, то вы походите, походите, погуляете по коридорам, придете сюда и скажете, Михаил сочинять у вас какой работы. Я говорю, для вас найдем, только у меня денег мало. Вы еще погуляете, может еще кто-нибудь есть, другие преподаватели, уже стали коммерсантами. Не найдете, приходите. И так вы придете к тому, чтобы заключить свободный договор. Я вас заставлял заключать договор на то, что вы у меня будете работать? Вас заставлял? Нет? Не заставлял. Вы сами заключили договор. Подпись ваша? Ну все. не нравится? Вон. Там он с вами сидит, он, гражданин. Вот его поставим. Газарбайтером в том углу. Там шесть человек ждет, когда вас выгонят, чтобы на их место прийти. А для чего делается безработица? Вы что думаете? Вот капиталисты такие дураки, они не могут посчитать, сколько у нас рабочих мест. И делают рабочих мест меньше, чем есть работающих. Они это делают случайно или умышленно? Зачем делается меньше рабочих мест, чем есть работников? Зачем? Так вы будете ходить и требовать повышения зарплаты. А сейчас как только вы начнете требовать, он сразу раздругой человек. И поэтому это в капитале у Марса называется резервная армия труда. Тяжелые гири на ногах у рабочего класса, которые не позволяют ему успешно бороться или мешают. Успешно бороться за повышение заработной платы. Не случайно поэтому, что там, где очень квалифицированные работники, те же самые докеры, леви-диспетчеры, там не стоят за ними такое количество людей, потому что, чтобы такую специальность овладеть, нужно очень много и долго учиться и иметь даже определенный физический склад. потому что приходят иногда в докеры такие здоровые, такие мощные, два дня поработают, скажут, не надо ваших денег, ничего не надо. У них до сих пор в коллективном договоре заложено 12 тонн на ручном грузе в смену, 12 тонн, а было 24, а было 60. причем 12 стало тонн после того, как во время переговоров один товарищ, представитель докеров, конкретно каретников, взял и на переговорах сдал эту норму, хотя они вызывали специальную медицинскую группу, которая сделала замеры и сделала вывод, что если работник перерабатывает смену более 12 тонн, то в его организме начинаются необратимые изменения. И эти необратимые изменения у них все время идут, и поэтому у них все больше и больше людей переходит из группы докеров в группу инвалидов. Причем вроде бы ничего особенно такого трудного они и не делают сейчас, если раньше надо было разгрузить одному разгрузить вагон с сахаром, скажем, с мешками с сахаром, его задача какая, с цапкой рукой взять в мешок и положить на поддон, потом второй мешок, и так пока все мешки в этом вагоне не кончатся, и можете как закончить, идите домой, можете до конца смены не оставаться, и были такие асы, потом записали в коллективный договор, 24 тонны вместо 60, и вот уже приготовили 12, и вот наступили переговоры, такой добрый человек взял и сдал, и все, а в чем это может выразиться сейчас, казалось бы, все там механизировано, ну все механизировано, вот смотрите, пришел корабль, привез окорочка, я однажды присутствовал и участвовал в специальном субботнике, который был посвящен, дали мне и каску, и так сказать, я с этими окорочками работал в треме большого парохода, ну там есть некоторая опасность, потому что если он доверха загружен этими самыми коробками, то если, так сказать, вы неаккуратно будете доставать, потом вашими этими коробками с мороженными ножками буша и засыпет, поэтому надо так, разумно так вытаскивать их и класть, ваша задача очень простая, взять коробку 30 килограмм, 32 килограмма и положить на поддон, ну что, взять коробку 32 килограмма для мужчины, это ерунда, и положить на поддон, и так 2400 раз за смену, и поясница будет здесь, все мокрое, а температура там, ну где окорочка, там заморожены, минус 11, и вам гарантирована соответствующая болезнь подвоночника, и все больше и больше туда переходит, вот смотришь, докеры, члены профсоюза, вот они уже члены профсоюза, которые платят не 2%, а 1, им оформляет инвалидность, профнепригодность, профзаболевание, и им платят, они могут еще где-то подрабатывать, и плюс еще получать эти деньги, но уже они здоровье все потеряли, а вид по-прежнему мощный, а вроде бы и нету вручного труда, что тут за труд такой ерундовский, вот, так вот, поскольку право есть на забастовку, вот государство и считает, что оно гарантировало вам обеспечение, но если вы не воспользовались этой гарантией, не бастовали, ну так, значит, вы не хотите, но если вы не хотите, значит, вы не хотите, то еще насильный, мил не будет, что мы можем, заставлять будем, что же, ну и все, не хотите, не надо, кто хочет, тот себе сделал большую зарплату, докеры всегда говорили, что сколько бы ты ни работал, зарплату, большую не сделаешь себе, только забастовкой ты можешь сделать себе большую зарплату, почему? Сейчас спросим, что такое заработная плата? вознаграждение. А? Вознаграждение. Да ладно, вы еще где прочитали такой чушь? В Трудовом кодексе, наверное, вознаграждение. Докладываю вам, что за 40 минут современной рабочей России создает эквивалент своей зарплаты, а остальное время, то есть еще 7 часов 20 минут работает на пополнение прибыли капиталиста. Так кто кого вознаграждает? Скажите, пожалуйста. Капиталист. А? Капиталист. 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 Нет, интересно. Я у вас работаю. Я вам выполнил дневную норму. Вы мне заплатили за нее, за мою работу. Вы ничего не делали. А я заплатили мне за мою работу за 40 минут из 8. По-моему, я вас вознаградил. А? Во. А пишут вознаграждение. Нарплант вознаграждение. А Маркс все писал. Я не знаю, какой юрист писал и чем он известен в науке, что он написал вознаграждение. Маркс писал, что зарплант это цена рабочей силы. Ну вот я пришел к вам наниматься и продаю свою рабочую силу. И то, что та сумма, за которую я вам ее продал, как называется? Ценой. Я же не себя продаю. Это вот, когда было крепостное право, если бы были у меня крепостное, я бы вам продал. Вам молодой человек нужен, я могу вам его. Но это, он не дешево стоит. Зато он работает хорошо, там все будет у вас. Ухожено, все построено, все выращено. у нас же не крепостное право, у нас ничего не продают, так ничего, никого заставить нельзя. Право на забастовку, смысл права на забастовку в том, что у нас нет принудительного труда. Мы перед всем миром еще раз заявляем, так сказать, страна, Россия, что мы страна, не феодальная, а буржуазная, у нас нет принудительного труда, мы никого не можем заставить работать, только если он хочет заработать. Для этого он должен продать нам свою рабочую силу. Вы продаете, я вас покупаю. А уж цена, цена считается очень просто. Сколько там вот, что нужно для того, чтобы вы не умерли? Я насчитаю и вам это и дам. Мне же не нужен мертвый рабочий, мне нужен живой рабочий. Поэтому зарплату я вот так вот делаю, чтобы вы не умерли. Поэтому государство считает даже минимальный размер оплаты труда. И оно 15 лет думало, стоит ли минимальный размер оплаты труда сделать на уровне прожиточного минимума. Пришло к выводу, чтобы они не умирали, лучше все-таки сделать на уровне не ниже прожиточного минимума. И вот в 2018 году, в этом году, с 1 мая уже зарплата минимальная, не может быть ниже прожиточного минимума. Если вы задумали умереть, не получится у вас теперь. Нет такой у нас зарплаты, от которой вы умрете. Ну а дальше? А дальше государство не вмешивается в отношении собственников средств производства, которые нанимаются у рабочих и работников. Заработные платы – это цена рабочей силы. Так, а если это цена рабочей силы, вы продаете рабочую силу? Вы продаете рабочую силу, если вы у меня работаете, или я продаю рабочую силу? Вы продавец? Кто цены устанавливает, продавец или покупатель? Ну, если продавец устанавливает цены, а вы ждете, а меня приходите и спрашиваете, ну, Федор Васильевич, когда мне повысят зарплату? Вы подумайте сами. Я покупатель. Ну, неужели я такой идиот, покупатель, чтобы повышать цену на то, что я покупаю? Где вы таких нашли? И я, по крайней мере, не из таких, чтобы повышать цену на то, что я покупаю. Вы продавец? Ну, вы продавец, кто устанавливает должен цену? Вот скажите, нормальные люди, скажите, устанавливают цены, кто продает товар или кто покупает? Кто покупает, устанавливает цену? Влиять-то он может, но вы продаете, так кто должен цену установить? Что значит формально? Неформально, а реально. Ну, кто на самом деле устанавливает цены и выходит с этими ценами на рынок или нет? Ну, посмотрите, вы пойдите на рынок. Вот вы приходите и спрашиваете, сколько у вас цена? Вы же спрашиваете сами. Вы были на рынке? На колхозном? Он сейчас уже не колхозный. Ну, кто там устанавливает цены? Вы, да, приходите и говорите, я у вас куплю это за 3 рубля. Вот хотите отсюда? Вон вам на картонке, на картонке написано, за сколько он вам это продает. А вы, когда идете на работу, на картонке должны были написать, за сколько вы продаете свою рабочую силу. А вы или не пишете, пусть решит тот, кто покупает. Но если я вашу рабочую силу покупаю, в чем я заинтересован? Подешевле. А? Ну, естественно, подешевле. А вы мне не препятствуете. Так я вообще, ну, то есть я думал, думал о буржуазии, решил, а нет. Он говорит, не будем покупать, уж совсем цены устанавливать, что ниже прожиточного минимума. Они, черти, ведь помрут все. А кто у нас тогда будет работать? Вот если я привык не работать, а вы помрете, и вы помрете, а что я буду делать тогда? Это что, самому и картошку копать? И самому и дома строить, что ли? И корабли строить? Нет, это я не допущу такого позора, чтобы я умер, или чтобы я занимался этими вещами. И вы не умрете, я вам сделаю дни ниже прожиточного минимума. И сделали. 15 лет думали. Все-таки пришли к правильному выводу. И решили. Но, поскольку это минимум, проблема, скажем, превышения смертности над рождаемостью не решена. Смертность в прошлом году как? Выше рождаемости или ниже? Ну, наверное, женщины виноваты, что у нас низкая рождаемость. Или это зависит от цены, между прочим, колясок, детской одежды. Вот в мрачные советские годы детская обувь и одежда строила строго в два раза ниже, чем взрослая. Поскольку у меня был уже великовозрастный сын, мы приходили в обувной магазин, у меня 41, у него 41. Только мой 41 в два раза дороже, чем его 41, потому что детская обувь. А сейчас? А сейчас, если вам что-то надо купить, да, доченьки, и что, доченька, и что же вы, родители, для доченьки пожалеете, что ли, свои деньги? У вас стыда нету, поэтому заломили все дорогое, детское, дорогое, а и носить его там, год поносил, и все уже выросли из него. И коляска, что вы не потратите столько на коляску? Значит, вы ей вообще не мать, если вы не можете потратить на коляску вообще, черт и что. Возвращаемся назад. Кто устанавливает цену? Продавец. Но если вы не устанавливаете цену, то не обижайтесь, что я, как покупатель, устанавливаю цену такую, какую, какая мне нравится. А какая мне нравится, мне уже вот тут объяснили. Мне нравится, цена маленькая. Ну и я думаю, что всем покупателям нравится низкая цена. Будете со мной сходить? Не будете. И конфликтовать даже не будете по этому вопросу. Ясное дело, что всем покупателям, поэтому хозяева предприятий, собственники средств производства покупают рабочую силу по самой малой цене. Какую они удается им установить? Они никто не мешают. А как им в одиночку вы никак не можете помешать? Я же не нанимаю сразу весь завод. Я вот, вы пришли один, и вы знаете, что вот у них зарплата такая же, вот они все такие же нищие. Ну и я скажу, я тоже воспринимаю, ну что нищеброд, пришел? И не удивляйся, что у нас маленькая зарплата, вот все так работают, а вы чем тут лучше? Они, по крайней мере, давно уже работают, а вы еще только пришли. И все. То есть, человек, который приходит на завод, конфликтовать не может. Как он может сказать? Один. Как вы будете со мной конфликтовать? Да я вас не возьму, еще на работу. Все, до свидания. За вами сидит товарищ. Он согласен на рубль меньше получать. А за ним еще вот сидит. Он на два рубля согласен меньше. Все. Поэтому хоть написано в трудовом кодексе, что вот там дискриминация бывает, при приеме на работу, бесполезно. Это не решить эту проблему. Даже не хочу вам и советовать ничего. Невозможно решить, потому что пока вы выступаете один-одна перед огромным, так сказать, предприятием, с собственниками, у которых есть миллионы и миллиарды, ну, вы, наверное, понимаете, вот есть чемпион мира там по борьбе, и вот какой-то третий разрядник вышел. Да тот его сразу и тут же с ним и расправится. Поэтому об этом ничего. Вот когда весь коллектив, когда коллективно выступает и слаженно выступает и организован профсоюз и выдвинул уже требования и грамотно дело ведет, вот тогда можно говорить. О чем можно говорить? А можно говорить о том, кто грамотно ведет и коллективно действует, тем повышает себе зарплату, без всяких исключений. Вот я наблюдал, довольно десятилетия наблюдал уже за тем, как повышали свою зарплату диспетчеры. У них было 15 тысяч и уже закрывалось воздушное движение в России, такой сложный и нервный труд, такой тяжелый и платят 15 тысяч и закрывалось воздушное движение в России после их конфликтов с администрацией успешных. А им все забастовки запрещены, но они придумали формы самые разные, это мы отдельно можем с вами поговорить. и сейчас у них зарплата от 40 до 250 тысяч. Докеры у них порядка 90 тысяч, но у них давно и успешно проводятся забастовки, организовываются регулярно и устанавливаются требования по повышению уровня реального содержания зарплаты и оно растет. А в целом по стране, а в целом по стране, ну если вы понимаете, что у нас хозяева жизни сейчас, хозяева средств производства и они заинтересованы в том, чтобы зарплата была все меньше и меньше. Так вот реальное содержание заработной платы в 2016 году 92,5% от уровня 2013 года. А если вы возьмете не работающих, а все доходы и пенсии, и стипендии и так далее, то уже не 92,5%, а 90,5% от дохода. Вот у вас сейчас какой? Третий курс ведь, да? Вот за эти три года ваша стипендия сократилась до уровня, реальное содержание вашей стипендии сократилось до уровня 90,5% от 2013 года. То есть вы на эти денежки, которые вы получаете, можете купить почти столько же, 90%, с половиной, от того, что могли купить три года назад. И это не то, что вот случай, а это система, вот идет три года подряд. И время от времени кто-нибудь из блока правительства выступает и говорит, что у нас выросла зарплата. Выросла. Так зарплата выросла, а цены выросли еще больше. Кто-нибудь мне скажет, что такое инфляция? Вот вы знаете точно, я вижу по вашей улыбке. Обесценивание денег. А? Обесценивание денег. Ну пусть они обесцениваются. Что вас волнует это? Это обесценивание денег? А как это получается? А вы тоже так же скажете определение инфляции? Процессы есть и нет. А, я вам сейчас скажу, это повышение цены на все товары, кроме рабочей сети. То есть он знает. Видите, это он просто на вас шарш, дружеский шарш на вас сделал. Я скажу, вот мой сосед бы так сказал, а я скажу правильно. В том-то и дело, что если вы цены повысили на все товары, то цена ведь это просто указание пропорции в обмене. Ничего не изменилось, правильно? Ничего не изменилось, если скажем, все в 10 раз, все в 20 раз, все в 30. Если сейчас мы возьмем и здесь зачеркнем нули. Сколько у вас стипендия? 1600? Два нуля зачеркиваем, получается 16 рублей. Так, у меня зарплата. Сегодня зашел в отдел кадров, мне уточнили, что оказывается нам индексировали зарплату, и у меня уже не 53 тысячи, это гораздо больше вашей стипендии. А 54 тысячи 594 рубля. И копейки еще какие-то есть. Копейки не стали писать, но я и требовать не стал. То есть вот жизнь-то начинает налаживаться, а реальное содержание, реальное содержание тут у всех сократилось, потому что индексация возвращает те деньги, которые в течение года она забирает, инфляции забирает? Или нет? Нет, не возвращает. Как, почему? Потому что то, что вы получали, все меньше и меньше в этом году, вам это-то никто не оплатит. Вам просто уровень со следующего года, вы начинаете год с такой зарплаты, которая эквивалентна по объему получаемых благ с той, которая была год назад. Вот и все. А за этот год, то, что у вас отняли, то и навсегда отняли, до свидания. И так, то есть если график писать, у вас такая пила получается. Вот это все, вот так вот такой график, поэтому верхняя часть отъели у вас. Потом в следующий год опять вам повысили на тот же уровень, если это индексация, и снова отъели такой же кусок. И все эти вот куски, чтобы вместо такого графика у вас был пилообразный. Но все куски не в вашу пользу, а в пользу тех, кто отбирает. А кто отбирает? А потому что всем работодателям безразлично повышение цен. Потому что насколько повысит цену тех товаров, которые они покупают, настолько они повысят и цену своего товара. Все. Поэтому абсолютно безразлично. А конечный потребитель? То же самое с НДС. Вот вы когда идете в магазине, когда чек вам дают, вы так на него смотрите презрительно, а вы посмотрите, что там написано. Сколько с вас НДС берут? Сидат. А? Еще не берут. Еще не провели полностью. Закон, чтобы он вошел в действие, надо, чтобы еще Совет Федерации за это проголосовал, потом, чтобы подписал президент, потом, чтобы это было опубликовано в Российской газете и в Собрании законоположения Российской Федерации. Ну вот вы там почитайте, а пока по-старому написано. Или 10% или 18%, то есть 10% или 18% с цены вовсе просто уходит в налог. А сколько у нас работодателей? Тысячи. А сколько простых граждан? Миллионы. То есть эти миллионы и платят это в конечном итоге НДС. А работодателям заканчивается квартал, значит, возврат НДС идет части. Дескать, это вот стипендию с пенсии ухудшись и дело, инфляция стипендию, а кроме этого НДС то само собой еще вас отбирают деньги. Просто вот сейчас пойдете пирожок покупать, он тоже с НДС. Все с НДС. Налог на добавленную, а кто добавил? Государство добавило, просто взял и приписал, и вас это забирает. С вас. За что? Потому что вы слабые и не можете отнять. Оно у вас может отнять, оно сильное. Смотрите, на Росгвардии она соображена, а вы еще, как вы можете отнять у государства что-нибудь? Смеетесь. Это странно подумать. Но наш демократический трудовой кодекс позволяет себе повышать зарплату. Кто кому? Тем, кто грамотно пользуется нормами закона. И кто организован, и кто вообще грамотный, толковый. Кто сумеет сорганизовать, потому что одиночный работник ничего не добьется, коллективизированный работник добьется чего хочешь, он и добивается. И этому есть пример. Вон дальневосочные и докеры записали себе в коллективный договор, что вот каждый год 1 января должны повышать зарплату номинальную на уровень инфляции, на то, сколько инфляция съела, плюс 5%. Сначала восстанавливают прежний уровень, плюс еще 5%. И так все идет, у них все лучше и лучше, жизнь все выше и выше. А у нас все хуже, хуже, хуже. Вам как бы, что говорит трудовой кодекс? Вы хозяева своего счастья. Но коллективные хозяева, если вы не можете, вам из законодательства слово коллектив изъяли, нету, если будете читать, изучать все законодательство России, и не найдете там слово коллектив. Но вам же оставили слова коллективные переговоры, оставили слова коллективные трудовые споры. Это для кого оставили? Для вас оставили. Ну так пользуйтесь ими. Если вы не хотите пользоваться, значит вы не хотите кушать. Раз вы не хотите кушать, нужно насильно вас кормить, извините. Государство не до такой степени еще принуждать людей кушать. Может еще скажете, рот вам открывать, закрывать. Нет, мы на это не пойдем. Вы самостоятельны. То есть как бы класс прорази приучает класс рабочих к самостоятельной борьбе за свои интересы. Это позитивная вообще роль прорази? Позитивная, правильно? Но если вы не научились сами коллективно бороться, ну ничего, тогда и власть вы не можете удержать. Вот, вроде научились бороться, потом разучились бороться. и власть потеряли, а буржуазия снова ее забрала. А что вы тогда такие тюхти-матюхти взяли и разучились бороться за свою собственную власть? Послушали всяких идиотов, которые рассказывали вам, что бывает общенародное государство. Такую глупость вы можете прочитать. Энгельс все время говорил, что если у вас государство еще есть, оно не народное, а классовое. А если оно уже народное, тогда оно не государство. что государство это жареный лед, народное государство, жареный лед, пробуем лед жарить. Масла можете не добавлять, не подгореть. И у вас как раз чистая будет сковорода, когда поджарится, все хорошо будет. Но есть нечего будет. Вот такая картина получается. Поэтому когда мы решаем вопрос о подготовке к предзабастовочным процедурам, главное надо понять, что это непримирительные процедуры, уже разродился конфликт. Никакого мира тут не будет. Почему? Потому что вам уже ответил работодатель, что он не согласен или промолчал, что тоже предусмотрело законодательство. Написано, что если он не ответил вам или промолчал, это все равно считается, что он отрицательно отнесся к вашему требованию. То есть вы уже потребовали, он вам уже ответил нет. Поэтому кто тут сказал последнее слово? Работодатель. Работодатель сказал, боюйте со мной, выиграйте, ну, и что делать, тогда уж придется как-то раскошеливаться. А до этого не буду раскошеливаться, но это и понятно. Вы знаете таких капиталистов, которые запросто из кармана доставят деньги и выдают? Таких нету, это нормально. Поэтому давайте организовывайтесь, действуйте. И что вы должны сделать? Вы должны показать, как вы грамотно проводите процедуру. Вот все эти процедуры так и называются предзабастовочные процедуры. Вот вы собираетесь пойти на переговоры. С чем вы должны пойти на переговоры? Вы собираетесь на этих переговорах переубедить работодателя? Ну, это было наивностью. Ну, как вы можете переубедить? Смотрите, у него генеральный директор будет, или первый заместитель генерального директора, директор по режиму, главный экономист, главный юрист. И вы собираетесь их переубедить во время переговоров? Вот вы даете. Что вы должны сделать во время переговоров? К чему вы должны готовиться? Вы должны готовиться к тому, чтобы грамотно и обоснованно открывать свою позицию. Для кого? Ну, для будущей забастовки. А во время будущей забастовки надо привлечь к ней внимание журналистов и людей, чтобы вам сочувствовали. Они говорили, что вы такие чеки, нарушители спокойствия и порядок нарушаете, хулиганы и так далее. Правильно? Вы должны показывать, что ваши требования справедливые, законные, поэтому что там будет говорить администрации, это не важно. А что она будет говорить, что денег нету на повышение, вот на все эти меры, которые вы требуете, нету денег. А вы хотите проверить, есть деньги или нет? Как вы можете это проверить? По идее, вы могли бы поинтересоваться доходами. Вам скажут, вам скажут, что у нас коммерческая тайна, хотя это не коммерческая тайна. Значит, я хочу вам просто засвидетельствовать, как участник многочисленных переговоров во время забастовок и предзабастовочный период. Никогда администрация о финансовом положении предприятия данных не дает. Встает, скажем, начальник консалтинга правового отдела правкома администрации администрации дает. А вы обязаны согласно закону дать данные. Они говорят, не дадим. Не дают. Что вы будете делать? Драться вы. Драться не будете. Не дают денег и не дают данных. Поэтому вам будут рассказывать, как им тяжело. Ну, давайте, расскажите, сколько у вас денег, и мы будем плакать вместе с вами над вашим борьем. Нет. А вам надо? Вы же продаете свой товар. Товар у вас рабочей силы. Ну, посчитайте, сколько он стоит и продавайте. Сколько стоит ваш товар? Вы считали стоимость своей рабочей силы? А докеры посчитали. Во время забастовки они сели и посчитали. Вот я им помогал, и такая вышла книжечка, называется политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Она как методическое пособие по курсу политические составляющие социально-трудовых конфликтов, которые я читаю магистром-конфликтологом на втором курсе. Она издана, вы можете открыть сайт московского отделения фонда рабочей академии, найти библиотеки на букву П политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Там дан расчет стоимости рабочей силы, которые сделали докеры под моим научным руководством. То есть они посчитали, что требуется, что, насколько и что надо потратить, чтобы обеспечить нормальное воспроизводство работников и его семьи. Вот вы собираетесь нормально воспроизводить свою рабочую силу? Ну, вы предполагаете, что у вас будет семья? Ну, значит, вы предполагаете, что, наверное, сколько должно быть детей, чтобы Россия не вымирала? Два или три? Две и четыре десятых. Но четыре десятых не рождается. Значит, три. А на три вот и считайте, на пять человек, на двух взрослых и трех детей. И все надо посчитать. Ну, скажем, из расчета, что 25 лет будут работать, так, 25 лет, а в каждом году 12 месяцев. 25 на 12 получается 300 месяцев. Вот на 300 месяцев. Любые расходы, какие у вас будут в течение жизни, на ремонт, на приобретение квартиры. Или у вас не будут приобретать квартиры, вы будете ждать, когда мама или папа умрет. Не знаю. Бабушки, дедушки, дескать. Ну, бабушка, как себя чувствуешь? Будете спрашивать, время от времени подходить все чаще и чаще. Они говорят, как меня любят, как меня любят. Все время интересуются. Ну, вот в этих расчетах докеры-то не закладывали. Они закладывали, что за всю жизнь-то за всю жизнь можно получить, набрать денег на квартиру. Я, например, точно не набрал денег на квартиру. Однажды даже меня пригласили тут у нас в университете. Был такой договор с банком. И мне предложили вместе с сыном попытаться купить квартиру. я пришел побеседовать с представителем банка. Он спросил, Михаил Васильевич, а какая у вас зарплата? Я сказал, я профессор. Ну, сколько у вас зарплаты? Я сказал. Тот так улыбнулся, сказал, Михаил Васильевич, мы не будем с вами заклеять никаких договоров. Ну, никакие кредиты под такую зарплату не дают. Вот и все. Короче говоря, надо посчитать на самом деле, сколько это будет. Вот все посчитано. Поскольку это опубликовано, вы можете открыть МВПФО в политические составляющие социально-трудовых конфликтов в библиотеке электронной фонда рабочей академии Московской региональной отделении. Московское региональное отделение фонда рабочей академии. Там это посчитать. Вот это тоже нужно сделать. Это докеры считали когда. А вот когда их освободили от работы, они на досуге, то есть в свое время, в период, когда их освободили на срок до трех месяцев, сидели и считали. Так-то им некогда надо же было грузить, перегружать контейнеры, ставить, поднимать с ней и так далее. А тут они сидели и считали, и насчитали. И потом принесли на переговоры, говорят, ну вот вычеркивайте, что вы считаете тут лишнее. Мы посчитали, что для нормального воспроизводства нужно. Вычеркивайте. Все посмотрели, говорят, о, у вас тут машина. А вы что, говорит, на автобусе ездите на работу? Вы. По-моему, мы-то заложили сюда «Жигули», а вы-то я что-то на «Жигулях» ни разу не видел, чтобы вы приехали. Давайте как-то, мы же партнеры с вами. Партнерские у нас отношения. Там написано в самом начале «Отношения социального партнерства». Я, кстати, предлагал не раз, поскольку такое записано, предлагать, прибыль пополам поделить. Ни разу переговорщики со стороны работников не рискнули даже такое сказать. Что страшного-то? Давайте вот, если мы партнеры, пополам все, правда? Ну что такое в этом плохого? Вдруг у вас пять миллиардов есть? Мы-то раз пополам и разделим, и у меня там пятьдесят тысяч и того под девять тысячи пятьсот по два миллиарда пятьсот, да еще и двадцать пять тысяч будет набрато. Хорошо же? Партнерские отношения. Социального партнерства. А какое же партнерство, когда у вас все, у меня ничего? Это никакое не партнерство. Но это написано в законе отношения социального партнера. Красивый закон. Поэты пишут законные. Или юристы-поэты. А дальше, следовательно, во время примирительной комиссии никакого примирения не будет, потому что у вас требование. Какое может быть примирение? На него уже ответили отрицательно. Поэтому чем закончится примирительная комиссия? Она закончится должна составлением протокола разногласий. Ну, может быть, какой-то один пункт из ваших всех требований как-то будет частично удовлетворен. Но вы должны написать протокол разногласий. Кто пишет протокол? Сколько должно быть людей, которые пишут протокол? Два. Два, говорят. Люди, которых уже обманули. Или представители тех, кого обманули. Потому что, если вы не будете иметь своего человека, который пишет протокол, вы не увидите, что произошло во время переговоров в следующий раз. Потому что или там будет написано совсем не то, что могло быть. на самом деле. И было на самом деле. Поэтому протоколы пишут товарищ с одной стороны и с другой. Но если они вместе не могут констатировать, что происходило, а это же просто факт жизни, констатация факта, что происходило на переговоров, тогда каждый пишет свой протокол. Но обязательно свой им надо иметь протокол. Иначе все эти ваши переговоры пустуют. А протокол разногласия как пишется? Объясняю. Берешь лист бумаги, делишь пополам, пишешь протокол разногласий. По коллективному задумывал спор между работниками и работодателями АО или ЗАО или ПАО такого-то. И пишешь номер по порядку, делишь пополам. Это все. Страницу, номер по порядку. Вот работник. Сторона работников, а эта сторона работодателя. Если работники требуют вот этого, а что пишет? Сторона работников. Отказать. Второй пол. А работники объясняют, почему надо принять здесь. А работодатели объясняют, почему надо отказать. Легко его составлять. Тут споров не должно быть по поводу этого. Просто мы записываем, чем вы объясняете, что надо мне отказать. Я записываю, чтобы лучше подумать. Я не должен возражать тут. А вы объясняете, почему нужно это принять. Записываем. Вы записали все? То есть люди, которые находятся в ожесточенном споре, не должны потерять голову настолько, что они могут констатировать, в чем вы расходитесь-то. Вот это расхождение записывается в протоколе разногласий. И подписывается. Потом один с одной стороны и с другой стороны. А голосование какое? Что так? Вот по количеству пришедших это никого не интересует. Вот здесь вот на этой стороне я вижу четыре человека сидит, а на этой пять. А если это переговорщики, считайте, что это один голос, если о чем-то договорились, это должно быть обе стороны за. Если одна сторона не за, не договорились. И все. Поэтому один человек пришел на переговоры с другой стороны или 60, это не имеет никакого значения. Спор двух сторон. Вот составили протокол разногласий, а за ним идут другие виды примирительных процедур. А мы с вами уже знаем, что другие виды не примирительных процедур, а другие виды прохождения стадий развития конфликта. по-моему. Вот я вас после позвонка не задерживаю, чтобы не было претензий. А приходить раньше разрешаю. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо.